Соль, сахар и перец по вкусу. И мы сейчас не о кулинарии, а о приметах. Кому чёрная кошка, а кому женщина с пустыми вёдрами. Проверим и узнаем, что думают челябинцы по этому поводу. Верят они в приметы или нет? Вы верите в приметы? Да нет, наверное. Скорее нет, чем да. Ну, кошку, да, кошку не люблю, когда переходит. А если рыжая переходит кошка? Нормально. Ну, чёрные кошки-то не решают ничего. А что решают? Кто решает? Депутаты решают. Вот об этих лучше в людях не говорить. Крошка-вилка упадёт, это женщина. А дома, если нож, то мужчина придёт. Кошка серая мне прибежала на дорогу. А сейчас всё сошлось, да? Наверное. К несчастью журналисты прибегают. Верят. Верите? Ну, в определённую, да. В какие, например? Связанные с хоккейной тематикой. Вот, и всё испорчут. В домашний матч только в чёрной майке обязательно. Так, домашний матч запоминаем. Только в чёрной майке. На выезд в светлой. На выезд идём все в светлой майке. На ответственные матчи не бриться. Так, на ответственные матчи не бремимся. Это правило номер три. Вообще не бриться. Вообще. Нигде. Нигде. Вы верите в приметы? Да, я верю в приметы. А в какие приметы вы верите? Например, перед учёбой. Пятачки положить перед экзаменом. Вы студентка? Да, я студентка. И что, помогает пятачок? Вообще да. Если честно, да. Ещё не знаю, как это можно отнести, но чёрная кошка. Так. Я, в принципе, не доверяю таким приметам особо, но сколько раз сталкивалась это работать? Ну, чёрная кошка, я перехожу на другую чёрную улицу. Идёте вы такой красивый, нарядный по делам. А тут баба с пустыми вёдрами. Тоже облом будет где-то. Облом где-то. Но его не избежать. Он всё равно был бы. И даже если бы она не прошла. В чёрную кошку, то, что когда проходишь через неё, надо за пуговицу держаться, например. Соль через левую плечо надо перебрасывать. А, да? Когда просыпал. Девушка, я православный человек. Верите в Бога? Да, я верую в Бога. И поэтому на остальное... А в нашу сборную по футболу верите? Конечно, нет. Итак, пойдём по списку. Мел одна штука. Есть. Ой. Ой. Так, соль. Есть. Так, нет. На всякий случай побольше надо спнуть. Так, хорошо. За пуговицу подержаться. За пуговицу подержался. Верить или не верить – дело ваше. Но со мной уже точно ничего не случится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОМОЩЕЯ